Привет, друзья! В настоящее время в сети очень много информации о промывке дизельных форсунок. И, естественно, не меньше тех, кто критикует саму идею этой процедуры. Основная проблема в том, что большинство сторонников промывки, по незнанию принципов работы форсунок дизельных двигателей, полагают, что у форсунок забиваются отверстия распылителей. И якобы именно для этого необходима промывка. А, соответственно, противники промывки настаивают на том, что форсунки дизельных двигателей не могут забиваться, что якобы благодаря высокому давлению топливо само там всё промывает. И мало того, по мнению противников, в топливном тракте после топливного фильтра собираются некие отложения, которые после промывки могут якобы отслоиться и забить форсунки, что приведёт их к 100% замене на новые. Весь юмор ситуации в том, что в данном споре ни правы ни та, ни другая сторона. Давайте разбираться, по какой именно причине необходимо промывать дизельные форсунки. Ну а пока идёт заставка, подпишись на мой канал и поставь лайк этому видео. А после просмотра не забудь подписаться на мой новый телеграм-канал и группу ВКонтакте. Все ссылки в описании к этому видео. Поехали! Давайте для начала покончим с мифами про отложения. Вот в этом видео я специально подробно показал, как устроен насос высокого давления DENSA, чтобы зрители убедились, что даже на больших пробегах в насосах DENSA нет абразива, которым пугают людей дизель-сервисы. А самое важное, что внутри ТНВД нет никаких отложений, ни лаковых, ни металлических. И, естественно, их не может быть в топливной рампе или в топливопроводе. Это, конечно же, справедливо при условии, что вы используете правильные топливные фильтры тонкой очистки 2-3 микрона. Особенно показательно идеальное состояние внутреннего фильтра, который установлен между преднасосом и плунжерной парой перед клапаном-регулятором. Кстати, это касается и мифа про острую необходимость замены клапана-регулятора из-за якобы изнашивающегося предварительного насоса. Но мы видим, что в ТНВД перед клапаном стоит фильтр, и ему ничего не угрожает. А сервисники, пользуясь неграмотностью автовладельцев, разводят их, причем очень успешно, на замену клапана. Причем проблема, как правило, в банальной завоздушке, которая устраняется за 5 минут. Вот тут как раз пора вспомнить о смазывающей способности дизельного топлива. Если подача после фильтра тонкой очистки будет постоянно завоздушена, износ плунжерной пары будет очень высоким. Ну и, естественно, смешными выглядят советы по переворачиванию клапана-регулятора на 180 градусов, если хотя бы попытаться понять, как на самом деле работает этот клапан. А теперь о форсунках. На входе в каждую форсунку установлен фильтр грубой очистки, который задерживает металлическую пыль, которая, возможно, может образовываться при износе плунжерной пары. Кстати, в дизель-сервисах эти фильтры практически никогда не меняют, так как автовладельцы не знают об их существовании. Все внутренние элементы топливной форсунки, как и ТНВД, смазываются дизельным топливом, проходя по внутренним каналам, образуя систему постоянной циркуляции, еще и охлаждая распылитель, смазывая направляющие с последующим сливом в бак. Если кто-то говорит вам, что обратка из форсунок не должна вытекать вообще, он, мягко говоря, не прав. Норма на слив обратки в системе Common Rail 2,4 мл в минуту. Допускается до 5 мл. И вот теперь переходим к самому главному. Почему рекомендуется использовать 2-3 микронные фильтры тонкой очистки? Что именно изнашивается в форсунках в первую очередь? И почему их надо промывать каждые 20-30 тысяч километров? Направляющие иглы распылителя, так же как и плунжеры в ТНВД, двигаются в зазорах 4-5 микрон. И если фильтрующая способность топливного фильтра будет ниже этих значений, мы получим абразивный износ сплунжеров в ТНВД и направляющих иголок распылителей. Так как абразив меньше 5 микрон, просто пролетает сопло форсунок и свободно циркулирует по ее каналу. А тот, что крупнее 5 микрон, застревает на участках трения и создает задиры на направляющих игл распылителей. Казалось бы, при чем здесь промывка? А вот при чем. Топливо внутри форсунки подается по боковому каналу несимметрично. И внутри распылителя давление на иглу неравнозначно по объему. И игла всегда одной стороной прижимается сильнее к направляющей, чем к другой. То есть при работе форсунки, грубо говоря, если совсем по-простому объяснять, на одной стороне зазор получается 6 соток, а на другой 2 сотки. А усугубляется эта ситуация тем, что газы, прорывающиеся в форсунку при работе двигателя, точнее в ее распылитель, смешиваясь с дизельным топливом плюс высокая температура, создают лаковые отложения как раз на участках застоя. Там, где зазор больше и скорость потока меньше. Внутри самих форсунок, еще больше уменьшая этот зазор и заставляя иглу клапана прижиматься к стороне с меньшим зазором еще сильнее. И у нее появляется износ с одной стороны. Она начинает подвисать на некоторых режимах и далее вовсе клинит. О наличии лаковых отложений внутри форсунок говорят темный след на всех участках, через которые проходит дизельное топливо внутри форсунок, после попадания в тело распылителя. Если посмотреть под микроскопом пришедшие в негодность иглы распылителей, причина в 90% случаев именно боковой износ направляющих, а не запирающая часть или забитые отверстия распылителей. И как следствие, свободно протекающее топливо через форсунку вследствие недостаточно плотности направляющей части иглы распылителей и превышения нормы слива в обратку. Соответственно, по объему слива в обратку вы можете понять, в каком состоянии находятся распылители форсунок ваших двигателей. Надеюсь, что теперь вопрос о промывке дизельных форсунок окончательно закрыт и его противники окончательно успокоятся. А в следующем видео смотрите, как это сделать правильно. Как подключить обратку форсунок и как продиагностировать их состояние простейшим способом своими руками. А учитывая, что YouTube могут прикрыть, подписывайся на мой канал в Яндекс.Дзен и задавайте свои вопросы в телеграм-чате Барварин Патефон, где мы разбираем болячки подфайндеров и навар. Все ссылки в описании к этому видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok